Добрый день, коллеги! Мы команда Visiology, и не так давно в чате, посвященном российскому BI, было выложено задание, в котором предлагалось испытать отечественные системы BI. Ну что ж, мы в деле. Сразу скажу, что работа нас поглотила, и мы подготовили не одно, а два видео. В первой части мы расскажем про техническую составляющую, как мы работали с данными, как строили дешборды, а во второй части мы расскажем уже аналитическую составляющую, я думаю, это будет всем интересно, и мы покажем, что мы накопали. Итак, давайте начнем с первой части, она же техническая. Изначально в условиях фигурировала выгрузка сервиса Headhunter в виде CSV-файла. В целом, ничего сложного, мы открыли, посмотрели файл и определили, что основной проблемой данного файла будут некоторые колонки, которые содержат себе такой знак припинания, как запятая. Так как в этом файле знак запятой используется, помимо, как в привычном виде, как знак пунктуации, он еще и разделяет колонки. То есть, и, соответственно, стандартным загрузчикам такую историю загрузить в систему довольно-таки трудно. Мы думали, как мы можем решить эту проблему, и решили использовать наш собственный ETL-инструмент, в разработке которого мы участвовали. Этот инструмент называется Vextract. Он построен на основе питона, имеет открытый исходный код, и мы позиционируем его как инструмент ETL, который вы можете бесплатно использовать с нашей платформой. Контекст работы в данном инструменте заключается в том, что мы не выполняем сразу большое полотно кода, которое там есть в привычном интерпретаторе питона, система позволяет нам выполнять данный код по блокам. Соответственно, это дает возможности для удобной отладки, и, соответственно, мы при помощи него можем строить сложные схемы для ETL-процесса. Ну и давайте начнем с того, что загрузим файл. Я его предварительно уже загрузил в данный инструмент. Файл называется «Вакансия 2022 как в исходных данных». И, соответственно, давайте попробуем написать скрипт, который нам позволит загрузить данные в систему. Для начала нам необходимо объявить библиотеки, которые мы будем использовать. Еще одно из удобств данного инструмента, что не надо лезть непосредственно на сервер питона и импортировать библиотеки там, это можно сделать удобно из файлов скрипта, добавив соответствующие команды. Значит, добавляем команды, исполняем и переходим к следующему блоку. Зная основную проблему файла, это вот это странное экранирование при помощи двух двойных кавычек, исправим эту проблему, заменив при помощи цикла неправильное значение на правильный и запишем во временный файл ТМП. Переходим к следующему этапу. Сразу тоже поясню, при помощи этого инструмента можно напрямую запрашивать данные при помощи API из того же HangHunter, то есть, ну, в контексте того, что мы работаем по условиям Steam Fire, которые у нас есть, соответственно, тогда продолжим дальнейшую работу. Далее для удобства мы можем загрузить очищенные данные в промежуточную таблицу, для этого создаем соединение с базой данных и переходим к следующему блоку. И в самом последнем этапе мы создаем, собственно, таблицу в базе данных, в которую загрузятся те данные, которые нам необходимы. И последнее, что нам осталось сделать, это загрузить эти данные в базу данных VKUB по платформе VisioLogy и, соответственно, настроить модель данных. Для этого просто выбираем источник в виде базы данных, выполняем запрос к базе данных. Сохраняем настройки для загрузчика. Далее открываем настройки структуры файла. Мы видим те данные, которые у нас загружаются в систему на основе того CSV файла. И единственное, что нам осталось сделать, это настроить многомерную модель. Сейчас я видео немножко ускорю, чтобы ускорить процесс и не отнимать много времени на это. Ну и теперь мы можем загрузить данные в систему. Ну и, соответственно, вся наша модель данных выглядит следующим образом. То есть у нас есть набор показателей, у нас есть расчетные показатели, которые нам нужны будут впоследствии за расчетом при построении аналитики. У нас есть все связи с измерениями. И мы можем приступить к работе в конструкторе отчета. И далее мы можем перейти в настройки с нового дэшборда. Для этого открываем приложение Dashboard Designer. И добавляем в рабочую область дэшборда любой из виджетов. Вначале предлагаю со сводной таблицы в качестве примера. Мы добавляем его в рабочую область. Позиционируем там, так как нам удобно. И, соответственно, добавляем запрос. Выбираем показатель. Добавляем измерения. И видим уже визуализированные данные. Для добавления бизнес-логики и отчету добавляем элементы фильтрации. Например, добавим виджет-фильтр. И также по аналогии к нему привяжем данные. Устанавливаем влияние с исходного фильтра на зависимую таблицу. И фильтруем данные. Также в исходных данных у нас присутствовали данные с ссылкой на логотип компании. И также присутствовала колонка с ссылкой на саму локацию. Такую информацию мы можем визуализировать в таблице. Для этого мы просто отобразим ее в исходном виде, так как она отображалась с самой таблицей. Для этого добавим соответствующие измерения. Это у нас будет атрибут работодателя лога. И второй атрибут у нас назывался вакансия URL. То есть мы видим нераскрытую иерархию. Для этого мы можем перейти на вкладку настройки. Раскрыть эту иерархию, во-первых, чтобы она была все время раскрытой. И дальше уже отформатировать отображаемые в данной таблице так, чтобы мы могли их красиво представить. Для этого переходим в соответствующие настройки. Включаем возможность форматирования полей. И вводим формулу. Соответственно, мы видим то, что у нас отображаются логотипы компаний. И если мы кликнем на соответствующую вкладку, то мы увидим непосредственно вакансию по данной компании. Таким образом, мы создали логику отчета. Сейчас я покажу наш финальный вариант. Что у нас получилось? У нас получился многостраничный дешборд. На данном видео мы видим всю информацию, которую мы реализовали в результате выполнения этого задания. Впоследствии, во второй части этого видео, мы расскажем, собственно, с точки зрения аналитика, как мы исследовали эти данные и покажем, какие выводы мы нашли. Спасибо за внимание. И спасибо за то, что дали возможность нам проявить себя в этом задании. Увидимся в следующем видео.